Приветствую вас. Я, честно говоря, думаю, что вы не очень сейчас готовы к тому, чтобы слушать какие-то рекомендации. Я не очень сейчас уверен в том, что вы способны на какой-то аналитический конструктивный диалог. Вот, либо совершенно очевидно, что пишите вы на эмоциях. А, смотрите, смотрите. Налицо негативный родительский сценарий у вас, который, собственно, и стал. Причиной того, что вы начали наезжать на своего мужчину, на своего молодого человека ни с того ни с сего. Вроде как, в кавычках, ни с того ни с сего вы начали на него вы наезжать. Вот, хотя, на самом деле, ни с того ни с сего, а у этого, в общем-то, были и остаются по-прежнему причины. Вот, ну, правда, вы пока что эти причины для себя, по-видимому, не видите. Вот. То есть, по какой-то причине, да, вы себя так повели. То есть, дело не в том, что вас скинуло по другу или что-то еще. Как правильно сказал мой коллега, а дело здесь совсем в другом. Дело здесь в том, что вы на это отреагировали. Вот. Я бы рекомендовал вам для начала посмотреть тему созависимости в интернете, я рекомендовал бы вам для начала, вот, наверное, все-таки в этом направлении двигаться, да, потому что слишком эмоционально вы переживаете разрыв с мужчиной, вот, плюс еще, к всему прочему, ваш предыдущий опыт, где у вас отношения складывались не лучшим образом, вот, наводят на мысль о том, что что-то в вашем поведении, в частности, женском поведении, ну, то есть, женской модели поведения вашей, что-то вот не так. То есть, что-то в чем нужно разбираться. Вот. Ну, мне, по крайней мере. Так это видится, и что, собственно, с этого нужно начинать. Вот. Понимаете, может быть, вы и помиритесь, но если вы не начнете уже здесь и сейчас работать, да, меняться, причем меняться все-таки, не смотря на то, что вы пишете, меняться для себя, а не для него, ну, вот, то, в общем, ситуация будет скорее идти по ухудшению, не для чем ухудшению, потому что, ну, все тяжелее и тяжелее вам будет, вот, мужчине, мужчине вам будет сложнее доверять, вот, ну и, соответственно, обиды, обиды, которые могут быть у него, да, и у вас, они тоже будут давать о себе знать. Вот. Поэтому, как бы, сейчас вам нужно спокойно поработать с психологом, да, и видеть вообще, что с вами происходит. Вот. Потому что подобная ситуация просто так проявляться не может. Подобная ситуация просто так не возникает. То есть, то, что вы, вот, что, что вы описываете свою модель поведения, да, это хоть бы и свои причины. Вот. И лучше, конечно, всего, если были эти причины, вы для себя выявите, то есть, чем, ну, чем быстрее вы выявите их, эти причины, тем, чем для вас будет, собственно, лучше, вот, тем комфортнее и качественнее вы можете выстраивать ваши отношения. Вот. это вот именно то, что вам можно, можно сказать. Наверное, больше смысла нет, ничего говорить, потому что давать какие-то конкретные советы, вам сейчас, на данный момент, ну, мне кажется, нет смысла, потому что я не вижу, не чувствую, что вы готовы к ним. Я не чувствую, что вы готовы. Вы просите помочь, да, как себя вести, вы просите помочь вам определиться с тем, что делать. Вот. Но мы советов, именно советов вам дать не можем и не хотим. Мы можем разобраться в себе, вот, что вам нужно, что вы потеряли, вот. Какие чувства, какие эмоции, какие ваши внутренние процессы привели к тому, что вы вот так отреагировали, что вы вот так себя привели, что вы вот так поставили на себя, со своим мужчинам. Вот. Понимаете? И вот это уже нужно разобраться. На мой взгляд, на мой взгляд, это уже нужно разобраться. И, значит, когда и если мы это разберём, вот, то я думаю, что вы уже сможете выстраивать отношения гораздо лучше, гораздо комфортнее, гораздо спокойнее, без тех эксцессов, которые возникают у вас сейчас, на данный момент. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, вы боитесь. На мой взгляд, вы боитесь чего-то, у вас есть достаточно сильный страх, к примеру, остаться одно, или страх того, что вы не нужны, вот. Соответственно, это сомнения в себе, ну отсюда, отсюда у вас сомнения в себе. Вот. И, на мой взгляд, ваши сомнения в себе, ваша неуверенность в себе и нуждаются, собственно, в корректировке. Вот. Потому что, если вы будете меняться на, для молодого человека, да, вот, что, хорошего из этого ничего не будет. Потому что, ориентированность будет у вас на него. А уважение к вам это не добавит. С одной стороны, да. А с другой стороны, ваша неудовлетворенность, которая, возможно, будет иметь место, из-за того, что вы будете меняться для него, она спровоцирует очередной взрыв. Поэтому в отношении нужно отступать только в том случае, если вы на сто процентов уверены, что такого больше не повторится. Кстати, я не очень понимаю, может быть, я не прочитал, да, но я не очень понимаю, по какой причине вы не напишете человеку. То есть, почему вы не напишете? Вы говорите что? Хотите встретиться с ним? Обязательно. Именно вот встретиться вы хотите с ним. Но почему не написать ему? Мне кажется, что если он такой спокойный, если он такой рациональный, если он так вот всё понимает, понимает, что он поймёт вас, ибо я не думаю, что у него чувства, хламы, да, они вот так вот внезапно пропали и так далее. Вот, это первое. И второе, что хочу вам сказать, это то, что вы, как это ни странно, в своём, скажем так, ну, гневе, да, в своём гневе, в своём порыве, когда вы записали, что ты найдёшь глупую, безэмоциональную, а вы, как это ни странно, на мой взгляд, правы, потому что, действительно, женщина, она должна проявлять эмоции. Если женщина эмоции не проявляет, то это очень, это очень тревожный знак, это тревожный сигнал, вот. И, на мой взгляд, вы здесь были правы. Другое дело, что теперь за это вы раскаиваетесь. Другое дело, что теперь вы считаете, что вы были не правы. На мой взгляд, это тоже шаг назад, достаточно серьёзная деструкция. Вот. Ну, может быть, предательство себя, предательство назад нельзя, но деструкция – это серьёзно. Вот. Вот так, в принципе, что-то можно вам сказать, да? То есть, для начала, анализ отношений с мужчинами, со всеми, в том числе и с родителями. Вот. После разбора внутрилических проблем и корректирования вашей собственной реализации и собственных позиций, собственных желаний, целей и так далее. Вот. И потом формирование женской модели поведения. Вот. И уже после этого можно будет, в принципе, налаживать отношения с мужчиной. Вот. Возможно, как друзья. То есть, самое идеальное, что вы ему сейчас предложили, да, это дружбу. Это дружбу. То есть, вот просто предложите ему дружбу. Вот. А дальше ещё, я думаю, всё само собой нормализуется. Если, конечно, у него к вам действительно есть чувства. Вот. Потому что, вы знаете, очень меня насторожило сразу, что все мужчины вам попадались испорченные, значит, плохие, ужасные и так далее. Вот. Меня это достаточно сильно насторожило, потому что вы склонны обвинять других людей, да, ну, не видите в себе проблему. Вот. И вас, как бы, из стороны в сторону, да, то у мужчины вас виноват, то вы... То есть, в конфликте, в любом конфликте нет одного ответственного, да, ответственны оба. Вы ответственны за что-то, но и ваш партнёр тоже ответственен. Знаете? Вот. Поэтому не нужно так считать, что только, вот, вы только во всём виноваты. Вот. Это не так. Это не так. Вот. Но для этого нужна, опять же, да, как я и сказал, работа над собой. Вот. То есть, если вы готовы её проводить, то обращайтесь. Мы вам с радостью вам поможем. Вот. Вот. Опять же, настораживает немного то, что вы, вот, не говорите, что вы меняться для себя не будете, а будете меняться для него. Вот. Это, опять же, опять же, это элемент созависимости. Вот. Созависимые отношения — это крайне деструктивная история, крайне деструктивная модель. Вот. И вам... Её тоже нужно корректировать. Вот. В целом это работа со самооценкой. В целом это коррекция отношения к себе. Вот. В целом это вот примерно такая история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.